У Паши, у моего брата, была своя корова, я помню, у него была Жданка, а у меня была черная корова Зорька. Я даже коров даю, даже доили. Я фанател то, что она делала. В каком смысле фанател? Ну, мне нравились вот эти песни, я помню, даже какой-то магнитофон я записывал с телевизора эти записи. С выступлениями Надежды Бабкиной? Да. Ну, как вы выживали в Москве? Вот вы приехали из села маленького. Ну, я жил в гримерке. Да, в театре я жил в гримерке. Где-то у меня какие-то такие были вещи, потом я подрабатывал официантом. Ну, то есть просто пробиться на телевидении вы пробовали, вот вы сами? Конечно, ну, опять же, тот же шоу «Голос». То есть, конечно, все пробовали, Ярослав пробовал, я уверен. И все понимали, что надо двигаться через телевидение. Но просто то время прошло, когда можно было сняться в передаче «Утренняя почта» один раз, чтобы там твой клип увидела вся страна, и на следующий день ты уже звезда. Он вырос на казачьих песнях, собирал фольклор по деревням России и был солистом хора имени Пятницкого. И сердца миллионов завоевал благодаря душевным народным песням через интернет. У нас в гостях Алексей Петрухин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, значит, родились в большом городе. Да, Целиноград. Целиноград, Эстана и Нур-Султан. Акмала и теперь Нур-Султан. Да. Как вы там жили? Мы сначала жили в Целинограде, потом в маленьком возрасте мы переехали, мне было лет пять, наверное, переехали в поселок Балкашино. Да. И сначала мы переехали в квартиру, а потом поняли, что что-то нам хочется в свой дом, в хозяйство. Вот. И решили переехать в частный дом. Но было очень много живности, то есть коровы, овцы, куры, гуси. А кто за ними ухаживал? Ну, ухаживали и папа, и мама, но потом уже мы с братом, у нас прям это была ответственность на нас, именно чтобы хозяйство было накормлено, в общем, чтобы там было все в порядке. Причем у нас даже была, у Паши, у брата, была своя корова, я помню, у него была Жданка, а у меня была черная корова Зорькая. Я даже коров даю, даже доили, даже доили. А почему из большого города семья переехала в маленький поселочек? Ну, просто не захотели жить в городе. А поселок Балкашино, там просто чудесные места, там лес, река, озеро, сопки, и это очень красивое место. У вас папа ведь водитель? Да, он был водителем, водителем дальнего рейса автобусов, но это было, знаете, когда мы были маленькие, большой автобус, там Икарус. Нет, не Икарус, я не помню, еще были желтые такие. А, такие вот... Кругленькие фарки такие, да-да-да. И там у них иногда дальние рейсы были, а иногда надо было по поселку. Это поселок городского типа, и там остановки, все. И иногда он брал, я помню, нас с собой, и там был такой микрофончик, где мы посадили следующую станцию, такая остановка. Я объявлял просто остановки, но это было для меня очень круто, очень было интересно. И следующая остановка такая, это там... А когда он вас первый раз посадил за руль? Я не помню, но это было рано, именно руль я ощутил прям, наверное, лет шесть. Ну, именно я не сам, конечно, да, то есть это все на коленке посадил. Да, да, но именно управлять автомобилем, это сразу с детства как-то у меня... Я понимал, что мне это безумно нравится, просто. В Казахстане в 90-е как вам жилось? Зарплату людям не платили. Это, я думаю, самая основная, да, такая история, что доходило до каких-то талонов там. Опять же, были талоны на продукты, я помню, за хлебом, там, за сахаром. Очереди. Да, какие-то очереди. Вот, какие-то годы, я помню, были проблемы со светом, почему-то его выключали. Вот, ну, как-то это было... Ну, самое основное, это была безработица, я думаю. Ну, как и у всех. И выживали как раз-таки за счет своего хозяйства, да, получается? Да, поэтому это хозяйство, это было такое спасение для всех. То есть все понимали, что если есть хозяйство, то что бы ни происходило, покушать в доме всегда. Понятно. Когда отключали свет, вот что это за история про ночные концерты мамины? Ну, сейчас люди подумают, что мы по ночам пели. Ну, мы что-то ложились спать, и как-то мама что-то запоет. Настолько классно, что не было никакого зажима, не было никакого стеснения, потому что, ну, в актерском есть тоже такой метод, когда закрыть глаза и вот именно сбросить с себя все какие-то эмоциональные зажимы. То вот там как раз-то это и происходило. И тогда я подметил, что мне неинтересно петь там основной голос. Вот есть мелодия, да, а в музыке есть там второй голос, там третий, там подстроить туда, терцию сюда. И вот уже тогда мне нравилось именно какое-то гармоническое такое звучание. Когда рухнул Советский Союз, было понятно, что вам в Казахстане вот уже русским не очень рады? Ну, это без нас как бы решали, да, мы еще были маленькие, мне было лет... Тринадцать. Тринадцать. Ну, как бы мое решение, но понятно, что мне не хотелось, потому что... Одноклассники, друзья. Одноклассники, друзья, да. Но как-то мы оказались уже в поезде и оказались в Волгоградской области. И это было настолько стремительно, хлоп, и все, и мы уже здесь. Ну, надо же было продать скотину, дом, наверное, да, продать или так оставили дом там. Нет, дом мы продали, но я помню, продали очень за какие-то смешные-смешные деньги, потому что уже приняли решение, что надо уезжать. На эти деньги здесь мы ничего приобрести не могли, однозначно. И куда вы, получается, съемные? Мы попали в Волгоградскую область, село Нижняя Добренко. Ну, там вы купили что-то себе, да, получается? Нет, там мама устроилась в школу преподавать бокал, и нам выделили, как бы, служебную часть дома. Ну, то есть хуже стали условия, да, получается, жизни? Ну, конечно же, мы были беженцы, да. Какие они? Мама, папа? Ну, папа, его уже нет. Когда мне было 13 лет, папа умер. Вот. То есть мама вообще одна вас еще, да, ей пришлось тянуть? Да. Ну, какой он был, папа? Папа в меру строгий, в меру любил похохмить. Самое яркое воспоминание? Любил петь, но только, чтобы никто не слышал, стеснялся этого. Ну, потому что мама пела хорошо, я всегда помню вот эти картины, мы едем, и мама, Люсь, ну, спой. И она что-нибудь там, ах, зачем, ну, что-нибудь там запоет. А он едет, а она поет. Вот это прямо в памяти мне. А с папой самое яркое воспоминание? Какое? Яркое, на охоту поехали. Да, папа был охотником, у нас была собака, лайкал, такая прям, именно, он ее для охоты приобрел, а мы с братом ее баловали просто, и он на нас ругался, а потом такой отступился, и же такой, ну, ладно. И в результате охотничья собака из нее не вышла, но она была такой прям, прям член нашей семьи. Это Мухтар, называли собаку. А на кого вы охот... ну, он охотился, на кого? На кого он вас взял охотиться? Ну, это какая-то, то ли, на куропатку, наверное, он охотился на птицу, то есть он на животных, он объяснял тем, что не могу, не хочу, как-то вот птицу ты не видишь. А вот животные там, ну, конечно, и было, что, наверное, и каких-то животных, но вот в доме я всегда у нас помню, что гуси, утки, вот, то есть если там папа приехал с охоты, у нас общие там, мы щипаем там перья гусей, потому что надо все это обработать, все это сделать. Про маму расскажите. Про маму? Маму. Она какая? Строгая? Или не строгая, набор мягкая? Мама, я не могу сказать, что она строгая, ну, допустим, в музыке, в музыкальной, да, как именно, как критик, она, может, даже сама этого не знает и не замечает, но она может, так сказать, как бы, внезначай. И, ну, это будет, так, как бы, сурово даже. А она это, может, так, на алмазном глазу, типа, ну, так сказала и сказала. А ты такой, да ладно. Вот. Ну, мягкая, может, пахныкать. Слушайте, а как она справлялась-то с двумя пацанами? Тем более, если, вот. Да тяжело было, тяжело. Ну, у нас еще сестра была в то время, когда мы переехали с нами. И, ну, еще тут был момент такой, что мы были приезжие, да, поскольку мне было 13 лет, брату было 15 лет, и мы приехали как раз вот в деревню, в село Нижняя Добренко, и у нас тут девчонки, да, и мы... А, то есть вы были первые парни на деревне, можно сказать? Ну, а мы были городские. То есть все равно мы были городские. Сходить на дискотеку и прийти с подбитым глазом было нормально. Угу. Вот, поэтому мама переживала на этот счет. Вы, когда шли на голос, вы на что рассчитывали, когда вы туда шли? Ну, надежда на то, чтобы тебя услышали, тебя увидели. Угу. Это каждому артисту просто необходимо. Эфир на Первом канале. Попасть на слепые прослушивания ведь тоже очень сложно. Сколько вам пришлось этапов пройти? Да. Если честно, я даже сейчас не помню, но их было много. То тебя вызывают, то не вызывают, то... И это всегда как-то немножко непонятно было. Угу. И вот то, что никто не повернулся, вот эти эмоции, это же... Это... Ну, это опять опыт. Опыт, да. Да. Это потом понятно, что это опыт. Я где-то даже, может быть, рад, что мне не повернулись. Утвердиться в себе. Может быть, даже где-то разозлиться. Угу. Даже на это... А то, что тебе не повернулись. Либо ты как бы сдаешься потом. И ну все, я вообще не знаю, да, что делать. А либо можно... Любую ситуацию можно повернуть как... Разное русло. Ну, это, конечно, бьет. Вы долго потом отходили? Ну, я помню, да, я немножко как бы отходил, но это дало мне силы, опять же. Угу. То есть, либо ты сдаешься, либо ты идешь дальше. И опять же, повторюсь, что есть люди, которые и вышли в финал, и заняли какие-то места. Да, но если мы посмотрим на эстраду, этих людей как бы нет. А есть люди, которые мне повернулись, которые тоже приходили, таких примеров много. И они удачно, успешно себя чувствуют на сцене, в шоу-бизнесе. Мама ваша, значит, артистка, можем сказать про нее так. Да. Папа, шофер, вы что первое выучили? Ноты или как колесо менять? Все вместе как-то. Потому что ноты я на самом деле... В училище я поступил без музыкальной школы. И при чем я поступил на второй курс. Это опять же вот просто непонятно, как это произошло. То есть я был музыкальный. Но мы когда пошли в музыкальную школу на баян, и я помню эти занятия по баяну, и женщина-педагог, она у меня левую руку, у меня прям вот так вот, вот эти кнопки. И я такой, нет, это не мое. И потом как раз мы переехали. Я такой, ой, слава богу, не буду на этом баяне. А фортепиано у нас в доме всегда стояло. И я был самоучкой, я всегда играл. Допустим, собачий вальс я там подобрал сам. Каким образом? Естественно, я его не играл не в правильной позиции. Я как-то так играл. А поскольку никто на фортепиано не играл, я там себе пометочки стал делать. Вот это у нас ля минор. Прямо на клавишах? Прямо на клавишах так подкорябывать. И я играл там вот так. И что-то получалось. Кстати, про фортепиано. Это очень интересно тоже, что вы фортепиано расстроенное таскали за собой из одной квартиры в дом, из дома, будучи уже там... Причем никто не знает зачем. Да. Я пианино натаскался за свою жизнь очень много. Оно тяжелое, просто нереально тяжелое. Плюс его настроить надо. Вот до настраивания у нас дело потом уже не доходило, но это целая история. Паша, мама руководила хором казачьей песни? Ну, не прям хор, это больше ансамбль. Ансамблем казачьей песни. А почему казачьей? В Казахстане. Это же в Казахстане было? Да, это было в Казахстане. Но она... Мама сама родилась на Кубани, и поэтому она пела, и бабушка была казачка, поэтому в доме всегда звучали вот эти казачьи песни. Ей это очень нравилось, и она это вот как-то воплотила в реальность. А дома какие-то казачьи традиции соблюдались? Ну, какая-то атрибутика есть. Вот у меня есть дома, мне подарили в Ростове шашку, прям настоящую шашку, и после концерта мы поехали в аэропорт, думаем, а как мы ее заберем? Я говорю, и в результате потом мне как-то там поездом ее передали, нашли, привезли, и вот у меня есть там шашка. Ну, то есть у мамы вот ансамбль, но это же наверняка не просто работа, дома все продолжается. Какие-то репетиции, шили там костюмы, какие-то встречи. Песни. Песни. Опять же, много детей, также выезжали на природу. Вы какое участие в этом принимали? Пели вместе с мамой? Меня тянуло именно к пению. Я вот как-то сам, я не знаю, мне кажется, я ужасно пил вообще. Я хочу петь, хочу петь, и поскольку я в Дом культуры часто ходил, где мама занималась, ну, просто после школы надо зайти туда, ну, я уже не помню почему, но я часто там оказывался. И я хотел петь, а я как-то, ну, ей не до меня было. То есть она не реагировала на то, что вы очень хотели петь? Да, вообще не реагировала. И тут у нас был один эстрадный ансамбль, именно где клавиши, где барабаны. И я пришел к ним, и был художный руководитель, Демир Малекович, я помню, его звали. И он говорит, а, ты Петрухин? Я говорю, да. А я прям мелкий. Ну, сколько? Семь. Лет семь, наверное, да. И вот мне как раз тут, вот я заразился фортепиано, тут мне дали клавиши. Я говорю, что с ними делать? Мытья на улицу, потом, потом, потом. И какие-то простецкие песни мы стали разбирать, но и играть, именно сами играть, я играл на клавишах. Я увлекся. Это было очень интересно. И какой-то был концерт, один на улице, какое-то было гуляние большое. И я пел песню Олега Михайловича Газманова. Мы сейчас, когда с ним встречаемся, я говорю, Олег Михайлович, у меня творчество все началось с ваших песен. И он говорит, ну, какую там? Москва знает колокол. «Далеко, далеко, 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 мой единственный преданный друг». Там у него была песня про друга. Я пел эту песню. И я, видимо, так пел на всю эту площадь, настолько плохо, что маме прибежали и сказали, «Твой там поет». Она пришла, послушала, видимо, и после этого концерта сказала, «Леш, все, пойдем, мы сейчас сделаем детскую группу». И они там сделают какую-то детскую группу. И я уже там потом уже занимался при этой группе, потому что ей как-то… Ну, видимо, я очень плохо пел. Наверное, я там… А-а-а! Она говорит, «Что ты меня позоришь?» И вот после вот этого всего вы поступаете на второй курс? Это было училище или это было… Это было училище. Училище. Но изначально я поступаю, мы с братом поступаем в педагогическое училище. А брат ваш на сколько? Старше, младше? Он старше меня на год и 9 месяцев. Вы поступаете в педагогическое училище? Учимся там не очень хорошо. Ну, я и педагог, но это… Нет. А вы каким должны были быть педагогом? Педагогом чего? А педагоги музыки. То есть именно преподавать музыку в школе. А мы поэтому пошли туда как бы… Ну, раз мы поем, а мы уже там участвовали в каких-то конкурсах, нас уже знали там в районе. И вот мы поступили. Но я понимал, что это… Надо что-то дальше делать. Надо что-то делать дальше. И тут мы выступали на каком-то конкурсе на областном, где я познакомился с преподавателем уже из института, потом в который мы поступили. И он сказал, говорит, приезжайте просто на прослушивание. И я просто приехал. Сначала один вышел на трассу, сел в автобус. У меня был адрес, куда приехать. Я приехал, прослушался. Он говорит, ну, все отлично, хорошо. Я говорю, ну, у меня брат еще. Так, ну, давайте все, приезжайте с братом. В общем, как-то все это быстро. Я обратно вернулся. Паша, все, поехали. И мы приезжаем. Они нас прослушали. Какая-то комиссия была. Что же с нами делать? Талантливые, но музыкального образования нет. И так получилось, что были, по-моему, как раз этих два свободных места на втором курсе. И они такие, ну, что нам делать? Пойдете? И мы такие, ну, да. Но учиться надо будет. Надо будет по-серьезки учиться. Ну, конечно. И все. И мы попадаем на второй курс. И тут погружаюсь в сальфеджи, гармонии, фортепиано. И я попадаю, у меня педагог был по фортепиано, Куклинская, Галина Дмитриевна. Она была заведующая по фортепиано. По-моему, заведующая. Так она меня просто мучила. Она меня мучила так, что она видит, что я по коридору идут. Петрухин! Она такая, гамма давай. Там вот такая закалка была. И вот ты гоняешь гамму ее. Галина, я уже устал. Игра, игра, тебе потом в будущем это поможет. И это же действительно мне потом помогает. И я ее очень благодарен. То есть там руки поставила она. И для нее это тоже было интересно. Научу-ка я его или не научу. Именно в этом училище вы поняли, что фольклор это ваш. Правильно? Да. Это была просто любовь. Когда мы приехали, там был у них образцовый коллектив. Именно из старшекурсников. Но фольклор такой настоящий. Я помню, я сидел в зрительном зале. Мы первый, там второй курс, такие новички. И они там... Ай да ты калейенушка, разомалейенушка. И я сижу, у меня... Я плачу. То есть у меня нутро щимит все это. И тут мне это безумно понравилось. И именно вот этот фольклор, это... Не народное постановочное такое, да, решение. А фольклор это состояние, состояние души. Вот когда вот так вот сели компании, вот так... Можно глаза закрыли и поем. Но только уже когда на высшем уровне, это... Подстраиваются голоса, какие-то неожиданные, какие-то... Ну это как джаз, наверное. Вот. И, конечно, я просто в это безумно влюбился. Я ничего не видел, кроме фольклора. Я просто... Только фольклор. И даже на последнем курсе вы попытались попасть к Надежде Бабкиной. Надежде Георгиевне... Да. Это отдельная история. Я фанател то, что она делала. И... В каком смысле фанател? Ну мне нравились вот эти песни. Я помню, даже у меня был какой-то магнитофон. Я записывал с телевизора эти записи. С выступлениями Надежды Бабкиной? Да. Как вы попытались к ней попасть? В общем, четвертый курс в Волгограде. Мы с братом едем на какой-то конкурс сюда, в Москву. Представлять... Училище. В Волгоград. А, Волгоград. И это не народный, то есть это эстрадный какой-то конкурс. Конкурс отпустим. Мы здесь на один... На два дня. То есть один день, по-моему, приезд, потом выступление и обратно. Каким-то образом я нахожу общежитие Гнесиных. Гнесинки. Где она находится? Где-то адрес. Кто-то мне подсказывает. Кто-то подсказал. Потому что же раньше еще в то время не было наших таких гаджетов, чтобы можно было там... Навигаторов точно не было. И я приезжаю в общежитие в Гнесинское. Ищу просто народников, кто народники, кто народники. И я искал, куда податься вообще. Что может быть? Какая дальнейшая перспектива? Куда можно еще? И спросил у ребят, театр Бабкина есть? Я говорю, да, есть только театр Бабкина. Звоню в театр. И прям думаю, а что я буду, собственно, это говорить? Я звоню в театр, снимает вахтер. Алло, здрасте. Я говорю, здрасте, здрасте. И вот быстро соображаю, думаю, так, если я просто начну мямлить, то это будет что-то непонятное. Надо прям рубить уже. Ну все, я говорю. Надежда Георгиевна у себя. И там как-то она понимает, что какие-то свои. То есть вот так. Надежда Георгиевна у себя. А вы знаете, она сейчас на студии. Я иду дальше. Я говорю, а хорошо, не подскажете телефон студии, что это у меня где-то записано, и я не могу потерять. И тут я понял, что она принимает меня какого-то за своего. Она мне диктует телефон, я записываю этот телефон. Звоню по этому телефону. Снимает звукорежиссер. У них как раз идет запись на студии. И я звоню, меня связывают с ними. Я говорю, здрасте, здрасте. Меня зовут Алексея. Надежда Георгиевна у себя. Она говорит, да, вам что, трубочку дать? Я говорю, не-не-не, ни в коем случае. Вы мне расскажите, как до вас добраться. Я поднимаюсь и слышу, прям за дверью поет русская песня. И Надежда Георгиевна ведет репетиции. У меня сердце колотится все. Я там дрожу. Боюсь что-то. И опять пауза какая-то. Я там, Надежда Георгиевна, да, кто там, что там? Я говорю, Надежда Георгиевна, я к вам прослушаться. У меня времени нет, у меня сейчас вообще нет. Я говорю, Надежда Георгиевна, пожалуйста, вот сейчас вот судьба решается моя, потому что у нас завтра уже поезд. Ну ладно, давай, что там, давай. Так, русская песня, все это. Перерыв. Ну давай, что, приехал. Я встал там около пианино, начинаю петь. Закрыл глаза, меня трясет. А что пели, помните? Да. Ехал и молодец из няболюшеки. Ай да на серому, ай на коню овочку. Ну и так далее. Так, и как она? Я начинаю петь, она такая, так, стоп, стоп, стоп. Я такая, а, что, что случилось? Так, русская песня, вернулись обратно. Я меня еще сильнее, все, трясет, все. Так, сели, и смотрите, какая энергетика. Я, боже мой. Я спел, она говорит, что еще споешь, что-то еще спел. Оформляем. А это был где-то середина учебного года. Но у меня четвертый курс, последний год. Я говорю, я не могу сейчас, мне надо закончить училище. Он говорит, ну ты уезжай, там делай свои дела, а там посмотрим. Я помню, я ей пишу свой телефон. Ручка почему-то, колпачок выпрыгивает. Она такая смотрит, говорит, что из стерней звезды. Да, да, пишу телефон. Ну, в результате получается так, что я приехал, и я обращаюсь уже к ней. Через полгода вы приехали. Да, я приехал, приехал и вышел на Павелецкой. Ну, я с полной уверенностью, что я еду к ней, что она меня берет. Ждет. Да, ну, сейчас-то я понимаю, что если бы я тогда остался, тогда бы это произошло. А так, никто никого не ждет. Как вы об этом узнали? Я узнал на Павелецком вокзале, когда я приехал, позвонил, и мне сказали, что как бы все, мы уже взяли другого человека. Я сел на сумку на Павелецком вокзале и быстро начал соображать, что делать. Вы себя почувствовали, не знаю, обманутым, когда вы сидели на этой сумке на Павелецком? Ну, конечно, я расстроился, но я старал, мне самое главное было зацепиться в Москве. То есть я понимал, что я должен остаться здесь. Вот вы ехали с полной уверенностью, что вы едете к Бабкиной. Родители вас собрали, все, не знаю, может быть, денежки каких-то, были у вас какие-то деньги, да, с собой? Вот вы на Павелецком. Очень мало. Мало. Вот вы на Павелецком, на сумке, вам говорят, нет, мы вас не ждем, до свидания. Вы сидите и... И еду опять в общежитие Гнесинское. Вот это, кстати, тоже интересный вопрос. А как вы туда-то попали? И причем, вот любопытный момент, что когда вы отправились в Москву поступать, вам, вас никто не верил из близких. То есть вас отговаривали. Да. И мама, и брат отговаривали. Я так предполагаю, что и педагоги, наверное, да? Да, да. А как, что они вам говорили? Ой, что говорили? Ну, говорили, зачем ты едешь? Это еще на этапе, что вы едете к Бабкиной. Да. Нет, ну, во-первых, то, что я еду к Бабкиной, я скрывал. Особо никто об этом не знал. Ну, как я буду говорить, там, кричать, что ли, об этом? Ну, кто-то знал. Конечно. Очень мало людей, кто об этом знал. Вот. А отговаривали, да, было такое, что зачем ты едешь? Вот тут сразу, вот сейчас ты поступишь в институт дальше. Там же я училище заканчиваю. Да, да. Вот. Вплоть до того, что ты будешь преподавать у нас. Ну, были такие предложения. Но я понимал, что мне это неинтересно. Ну, не то, что неинтересно, я не видел какого-то дальнейшего развития. А вы когда ехали, у вас было какое чувство злости, чтобы доказать всем обиды, может, там? Где-то и это. Да? Да, да, да. Вообще, чтобы что-то иногда сделать, можно где-то обозлиться, но оно иногда, наверное, помогает. Каково быть многодетным отцом? Это здорово. Ну, здорово, это хорошо. В доме всегда детский смех, детский праздник, не знаю. То есть дома, когда детей нет, становится скучно, когда их нет. Хорошо. А порядок дома сколько держится? Ну, тут недолго, недолго порядок держится. А спокойствие когда наступает? Когда всех развез в сад, в школу, к обеду. У меня есть знакомые, у которых трое детей. И вот мы туда приезжаем с нашей вот дочкой, и просто дом ходит ходуном. И когда я своего знакомого, другого спросила, у него тоже трое детей, говорю, ну, Саш, ну как? Он говорит, вот так. Ну, это же нелегко. Это, конечно, праздник. Ну, это нелегко, да, конечно, это нелегко, да, но это здорово, это дается свыше. И у нас еще старшая дочка, а двойняшки Егор Лиза. То есть получилось, что у нас двойняшки. Это отдельная тема. Да, это отдельная история. Вашу старшую зовут Станислава. Да. Ей 10 лет. Да. А кто имя выбирал Станислава? Женой вместе мы выбрали с Олесей. Почему такое имя? Станислава. Мужское, с одной стороны, такое вот характер. Да, то есть это имя такое с характером. Ну, во-первых, красивое имя. И ей это имя очень идет. А когда вы узнали, что у вас будут близнецы? Двойняшки. 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 Да. Что за мысль промелькнула? Ну, во-первых, мы не знали, что будут двойняшки. Я находился на гастролях, и мне звонит Олеся, и говорит, просто... Она пошла в поликлинику и в трубку, я тебя убью. Я думаю, что случилось? И потом начинаю понимать. И прямо говорю, там не один? Нет, там их двое. А дело в том, что мы как раз делали ремонт в квартире, и уже все, планировка, и мы ждали второго ребенка. И уже все закончили. А потом мы поняли, что у нас будет два ребенка. И быстренько что-то на ходу стали придумывать. Как же нам сделать планировку на троих детей? Ну да. Ну то есть вам пришлось успокаивать Олесю, да? Первые секунды знаний, чтобы... Или она тоже? Нет, я думаю, что она меня успокаивает. Ну у меня, честно, была паника, потому что я не понимал, а тут сейчас появилось два человека. И вот постоянно какое-то было такое состояние тревожности, честно признаюсь. И уже потом-потом как-то... Следующий вопрос такой. Когда появляется младенец дома, это уже испытание для всех. А когда два младенца появляются, что самое сложное? Самое сложное... Они же как по очереди просыпаются, да? Нет, дело в том, что это когда два ребенка, да? Не может, что один проснулся, соответственно, он разбудит второго ребенка. И вот эти ночи бессонные, и когда уже Олесе было тяжело, я по ночам вставал на одну руку одного ребенка, на другое другого. И вот это если ночь, мы идем, я сплю, подходим к окну и смотрим какие-то фонарики. А Олеся спит пока. Вот, потом она мне говорила, Леша, спасибо тебе большое, что ты мне дал поспать. А кто кого защищает? Егор Лизу или Лиза Егору? Или, может быть, обижают? Как у них строится? Ну, пока таких ситуаций не было, чтобы прям им надо было... Им 6 лет. Ну, чтобы вот заступиться. Ну, я думаю, что ровесники побаиваются подступиться к Лизе, потому что Егор у нас занимается дзюдо, вот. И я уверен, что он, когда нужно, обязательно даст отпор. А так они все с характером и себя в обиду не дадут. А между ними какие отношения? Они очень близки, они там друзья. Или как обычно брат и сестра ссорятся, могут подраться? Они могут ссориться, они безумно друг друга любят. То есть, ну, когда треугольник, это обязательно... Ну, вот на Егора всегда он крайне всегда. То есть, ну, что вы меня обижаете? Ну, почему опять я? То есть, Егору достается. От сестер. Да, девчонки как-то собираются. И, может быть, иногда не по делу, но он уже принимает, что он в чем-то виноват. Вот у него есть такое. Но они его безумно любят, когда они друг друга любят. Я этому очень, мы с Олесей радуемся, потому что, как только старшенька, там, уезжает дедушка с бабушкой, сразу же, а где Стасья? А когда Стасья приедет? Когда она вернется? Вот. Или еще какие-то ситуации, когда, там, опять же, Стасья у нас заболела, там, и все. Там все переживали очень сильно. И они все друг за другом. Ну, в смысле, простудой, да, заболела? Да, да, было простудой, но надо было ехать в больницу, и это для всех просто не очень сильно этот момент переживали. А как Стасья отнеслась к тому, что дома появились два младенца? Настороженно. Ревновала, помогала, может быть? Ну, ревность какая-то была в любом случае, но мы как-то уже понимали, что надо как-то дозированно как-то объяснять, что она теперь не одна. У нас появились вот брат, вот сестра, но поскольку возраст все равно разный, у них возникают споры, может быть, вообще на ровном месте. Вот Стасья хочет, чтобы эта игрушка вот стояла здесь, и она не играется у нее, но если подойдет Лиза и возьмет, то, в принципе, ей она не нужна, но у нее. А почему она это? Почему она взяла мою игрушку? И вот тут начинаются какие-то дискуссии на этот счет. Вы поступили в Гнесинку. Сколько там было человек на место? В группе у нас было три человека. Три человека — это бюджетника, бесплатные места, и два человека были на платном факультете. И мы попали сразу, я попал на платный факультет, был такой театр, к сожалению, его сейчас уже нету, театр национального искусства, искусства под управлением Владимира Назарова. А, то есть вы платно учились? Да, то есть он приходил на курсы, и я приглашаю тебя к себе в театр. Пойдешь, ты, конечно, в театр. Вот, и мы, получается, я был актером театра и учился. Но это было очень тяжело, потому что в театре есть свой репертуар, свои репетиции, тут свой график. И чтобы учиться есть эта учеба, ты должен каждый день приезжать сюда. А театр был на Юго-Западной, то есть это очень далеко. Театр на Юго-Западной, а Гнесинка у нас в центре. И в какой-то момент уже доходило до того, что все, мы вас отчислим за то, что вы пропускаете, не приходите. А в театре у нас там гастроли. Вот, и было очень непросто. И тяжело было, и финансово было тяжело, потому что мы получали копейки. Ну, как вы выживали в Москве? Вот вы приехали из села маленького. Ну, я жил в гримерке. Да, в театре я жил в гримерке. Прожиточный минимум, не знаю, какой был даже. Даже не знаю. То есть я иногда, я помню, мы подрабатывали... Актеры мне подсказали, были эти массовые сцены в массовке. И где-то у меня какие-то такие были вещи. Потом я работал, подрабатывал официантом. Да. То есть ночью можно было официантом поработать, потом в театр. Ну, было весело. Это сколько так вы жили в гримерке? Сколько по времени? Ну, в гримерке где-то около полтора, наверное, года точно. Это вот самое начало, потому что нам как-то не давали общежитие почему-то. Вот. И мы могли жить в гримерке. Но это было... Не просто, потому что там окошка не было, да? Ну, как бы это было вот такое полуподвальное помещение. Какая-то гримерка. Вы один жили в гримерке? Нет, с товарищем. Ты еще и с товарищем. Да, да. Но это наоборот спасало. Потому что одному, мне кажется, с ума можно сойти. Не было мысли, что, блин, зачем? Вот там же мне предлагали преподавать. Нет. Эти тяжелые моменты. Нет, такого не было, потому что... Ну, какая-то упертость такая, что... Хотя многие уезжали. Не выдерживали. Да, да, многие. Но и потом уже произошло то, что я понял, что все. Ну, край. То есть, изначально, почему все это я держался? Потому что театр был, ну, просто обалденный. Он очень был творческий. Допустим, у нас там был спектакль о любви на всех языках. И мы... Он был музыкальный. Меня нагрузили. Так, я должен был играть на гармошке. Хотя до этого я там чуть-чуть играл. Один номер. Потом один номер у меня было играть на камузе. Это киргизский инструмент. Мы там... Потом на Владимирском рожке. И тебя постоянно... Ты должен это, это, это. Это было тяжело, но это было очень интересно. А дальше уже я себя попробовал именно как актер. Опять же, Владимир Назаров себе набрал курс в ГИТИСе. А они занимались актерским мастерством при театре. И они потом совместили, что... Кто хочет, в принципе, по желанию, могли ходить и заниматься сценической речью, актерским мастерством, сцен-бой, хореография. Пожалуйста. И то есть это была база такая, которая... Ну, она была очень мощная. Это было здорово. И как раз то, что я жил в гримёрке, мне было очень удобно. То есть я на сценическую речь, я мог так, 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 что там шум, 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 шум... Поднимался. Вот. Но потом первые гастроли в Испанию. Мы уезжаем, по-моему, на два месяца. Я только приехал, проходит полгода, и мы уезжаем в Испанию. Ну, это вообще... Это просто... Это первая с границей жизни. И мне дают играть роль. Я играл... Был спектакль «Скрепач на крыше», и я играл Мотла, Портнова. Худенький мальчик, я был тогда худенький, вот такой вот. И премьера у меня как раз была в Испании. Это была первая с границей в жизни? Да, конечно. Это ещё, наверное, буря и мост. Это вообще... Это просто был космос какой-то. Что вас там больше всего поразило? Лёгкость какая-то. Вот это вот испанская такая... Ну, как-то вот всё вот там... Как-то всё вкусно. Как-то... Ну, во-первых, это мы только за границей в первый раз увидел. О, какой кофе, какой кофе. Там. Как вы познакомились с Андреем Кончаловским? Ой, Андрей Сергеевич Кончаловский вообще сыграл огромную роль в моей творческой биографии. Ставился спектакль, рок-опера «Преступление и наказание» в Московском театре мюзикла, куда я пришёл просто на кастинг. Нам прислали материал, и я увидел один материал, персонаж в этом спектакле есть мужик в красной рубахе. Это такой страшный сон, который снится постоянно Раскольникову. И он такой мистический какой-то персонаж. Он появляется в неожиданных местах. То он с ребёнком, то ещё что-то ещё. И он постоянно, постоянно как раздражитель такой. Мужик в красной рубахе. И у него есть вокальные такие партии. Они именно прописаны в фольклорном ключе. И когда я послушал этот материал, потому что я сам изначально народник, то есть я окончил дежурско-хоровой факультет и занимался вплотную фольклором. Прихожу на второй тур, сидит Андрей Сергеевич Кончаловский, я немножко обнаглел, говорю, я вот приготовил фрагмент вот этого персонажа. Но он говорит, ну давайте попробуем. На самом деле мы ещё пока не нашли, хотя мы уже посмотрели многих. А там именно поскольку фольклор, не каждый актёр это может сделать. А поскольку у меня первое вокальное образование, как фольклорист, а потом уже актёрское подтянул, то есть у меня немножко всё напутано, то я осмелился, я исполнил. И Андрей Сергеевич такой сразу, всё, сто процентов, да. То есть без третьего тура. Как он вам помог поверить в себя, как в актёра? Как помог? Да. Это была премьера, когда пригласили всех. И я иду потом по коридору, идёт Андрей Сергеевич, он, да талантище ты мой, вот так вот меня обнимает. Я ещё потом неделю летал просто, что Кончаловский. А был период, когда, ну всё не шло. Вот вообще, ты не понимаешь, куда тебе идти, ты не знаешь, как себя найти. Ведь в музыкальном мире себя очень сложно найти. Какую музыку исполнять, как себя реализовывать. И вот Андрей Сергеевич появился в моей жизни, когда я прям не понимал, что делать. Да. И после этого просто у меня появились силы, я стал соображать, думать по-другому. Какой он в гневе? Вам довелось увидеть? В гневе? Да. Нет, ну просто так посмотрит, так скажет, что все всё поймут. Но у него колоссальнейшая энергетика такая, что ты не можешь прийти на репетицию не готовым. То есть ты сам себе не позволишь халтуры. Вернемся в Москву, ваше вот житьё-бытьё в гримерке. Так. И вот вы выживаете, ну это как бы можно назвать выживание. И в какой момент вы уходите с этого театра и поступаете в хоруме Непятницкого? Когда я учился в Бенесенке, опять же вот это театр, я понял, что всё, я не могу так жить. То есть у нас нужно учиться, а тут надо работать. И как бы дальнейшие перспективы просто... Туманны. Непонятно было, да? И ты уже подустал. То есть ты уже там два года, по-моему, уже было. И ты как бы вроде бы и при деле, но существование, как вы говорите, что именно выживание. И от этого ты устал. И я помню, я уже всё начинал сдаваться. То есть я уже был готов идти в армию. То есть мне уже было всё. Настолько устали уже, да? От такой жизни. Да. И прихожу в хорум Пятницкого. У меня проходит прослушание прям в кабинете. Я пою. Ана Александровна говорит, Ану, станцуй. Вот я что-то там танцую, пою. Тут баянист играет. И она говорит, всё. И меня оформили туда. И прям вот, допустим, там через неделю была уже какая-то поездка, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли в Северную Корею, или, по-моему, так, чтобы была какая-то серьёзная была гастроль. И мне сказали, что если ты сейчас быстро всё выучишь, то мы уже сразу тебя берём дальше. И я быстро включился в это. На следующий день пришёл, всё, встал в строй. И... Солистом. Сразу солистом. Ну, там нет такого, что ты прям отдельно солист. Ты, помимо того, что ты где-то песни, ты выходишь, солируешь, а где-то ты в хоре всё равно ты поёшь. Ну, то есть там хор Пятницкого — это такой коллектив. Огромный коллектив. Это огромный коллектив. Это балетная группа, это оркестр, это большой хор. Это сколько человек вообще? Это может быть... Ну, сколько же это может человек? Ну, под 150, наверное, где-то всё вместе. Ну, поменьше, наверное, поменьше. Ну, я признаю, что моё нахождение там как бы многих удивило, потому что я тут вдруг сразу стал солистом. Я стал сразу гастролировать. И это, конечно, было там, ну, многих это как-то задевало. Вдруг там кто-то долго работал-работал. Мечтал на это место попасть. И там быть солистом. А тут приходит Петрухин, и вдруг солист. И как бы ему было обидно. Ну, как бы обидно-обидно. Но я на это... Честно, опять же, я закрывал на это глаза, и мне было... Ну, не то, что всё равно. Ну, просто я делал своё дело, и всё. Насколько изменилась ваша жизнь? То есть если вот вы жили в гримёрке, то попав в хор Пятницкого... В хор Пятницкого? Да. Ну что вы! У меня появилась зарплата нормальная. То есть именно как солист я мог как-то себе что-то позволить. Вот. Когда хор Пятницкого едет на гастроли, с чем это можно сравнить? Поездки с хором Пятницкого, это... Я помню, какие-то были города по средней полосе. Это прям ряд концертов. И у нас, допустим, там три вагона. Мы приезжаем в какой-то город, выступаем. У нас наши же вещи остаются на этих же полочках. То есть какие-то. Эти вагоны прицепляют к другому составу. Концерт закончился, мы возвращаемся и едем уже в другую сторону. Но на своих же местах. Ну вот, любопытно, да. Потом гастроли были очень интересные, когда такие... У меня там Вьетнам, Северная Корея, Индия. Северная Корея. Слушайте, ну это же закрытая страна. Как там? Расскажите нам. Как там вас встречали? Как вы там жили? Там же нельзя там плохо посмотреть на изображение главы. Какие-то инструктажи, может быть, вам делали? Как себя вести? Ну, нет, ты сам понимаешь. То есть там все равно такое веяние советского какого-то такого... Напряга. Строя, что ли, да. То есть это везде как бы, это витает, это есть. Да, да. Поездка в Северную Корею, это как раз у нас знакомство с моей женой, с Олесей. Поэтому у нас были романтические эти гастроли. Поэтому мне все было классно. Нам было вообще вот прям, по большому счету, куда бы мы ни поехали, нам было очень-очень клево. Искры. Кто кого добивался? Как-то там было все понятно сразу. Вот. Но я не решался. То есть у меня не было решения такого, что прям меня немножко сдерживало. А потом это все быстро, стремительно произошло и завертело нас. Вот немножечко отойдем от супруги. А вообще вы влюбчивый человек? Ну, до знакомства с моей женой... Да. Я был влюбчивый человек. А с женой, значит, не решались. Ну, у меня просто... У нас были еще отношения с девушкой. И поэтому меня это как бы сдерживало. Все понятно. И когда вы поняли, что Олеся – это вот тот самый человек? А вдруг потом какой-то был момент, когда мы не общались. И тут ты понимаешь, что нет. Поругались? Ну, как-то что-то у нас там что-то не заладилось, да. И вот здесь я понял, что как-то нет. Я понимаю, что без этого человека не могу. Как сделали предложение? Ну, прям тоже не было предложения. Просто мы... У нас... Вот жениться не хотелось. Вот вообще вот у меня как-то... Мне хотелось, чтобы вот... Оно идет и идет само, да. И прям чтобы... А потом как бы поняли, что вот давай поженимся. И все. То есть, ну, и поженились. Еще интересный момент. Вы сказали, что вы забрали свою супругу из хора Пятницкого. Да. Я правильно понимаю, что она ради вас пожертвовала своей карьерой? Ну, я не думаю, что прям... Дальше она не планировала все равно танцевать. Именно в балетной группе. Просто она быстро... Поскольку у меня уже происходили какие-то вещи по поводу сольной карьеры. Именно концерты, продвижения. А она была со мной. То есть, она... Она и сейчас со мной в этом. То есть, она прям постоянно знает, где я. Она знает... Она мне помогает. Потому что просто петь или там просто писать, этого мало. То есть, это... За тобой всегда есть команда. И Олеся, она... С самого начала, она со мной. Именно с самого начала становления. И ей это стало интересно. И тут же она потом окончила институт культуры. Именно, по-моему, факультет. Продюсерский или... Именно связанное с массовыми что-то с мероприятиями. Вот. И все. И она пошла потихонечку в другую сферу. Именно из балетной. Трудно ей было принять решение, что она не будет больше танцевать. Ей? Да. Ну, честно, нет. То есть, она уже понимала, что она не будет танцевать. У нее была мечта танцевать в ансамбле Игоря Моисеева. И ее туда не взяли. И она попала в хор Пятницкого. Как бы, ну, ладно, пойду в хор Пятницкого. Ее взяли. Но она не получала, мне кажется, того... Той отдачи, которую... Которую хотела получить. Вот. Как вы выживали? Одно дело выживать, когда вы студенты, живете в общежитии, вы один сам за себя, да? А тут у вас супруга и трое детей. Ну, сначала один ребенок. Да. И вы как раз уходите из хора Пятницкого. И жену забираете. Да. И куда? Как? Ну, благо, у нас был опыт работы в ресторанах. И в Москве я частенько работал потом во многих ресторанах, как музыкант, как певец. Таскал колонки, там сам все это, как диджей на мероприятиях это было. И как-то меня это спасало, как-то я мог что-то заработать. И какие песни вы пели? Владимирский Централ? И такие песни пели. Какая песня вам принесла больше всего денег? Так. Сейчас один, да, в одном ресторане приходит человек, и вот как-то он постоянно... Такой, 100 евро, блин, приносит. Рюмка водки. Я окей. Толика! Рюмка водки на столе! Я один раз пел, но я думаю, как-то он столько много заплатил, надо... Может быть, вам еще что-нибудь будет спеть? Рюмка водки на столе. Я еще раз... В общем, я за ночь там рюмка водки на столе пел очень много. И... Ну вот, рюмка водки на столе. То есть в евро мне платили. А почему вы ушли из хора Пятницкого? Ну это же стабильно. С хора Пятницкого? Да, работа. Потому что мне хотелось развиваться сольно. Ну не то, что... То есть мне хотелось свое дело. То есть свой коллектив, свои песни продвигаться. А когда ты в коллективе, ну ты не можешь. Ты не можешь... Там нет такого понятия отпроситься на съемку. Там или еще куда-нибудь. Нет. Все. То есть если ты там, значит ты там. Ну вот... А отчаяния не возникало, когда вам приходилось петь в ресторане? Что вы ушли, вот вы были солистом в хоре Пятницкого? Куда многие мечтают попасть? Нет, отчаяние было. Я ушел из хора Пятницкого. У меня были просто мечта играть в мюзиклах. И просто я здесь попал в никуда. Потому что вроде бы я должен играть в бременских музыкантах, но меня не выпускают. Просто я ушел в никуда. То есть я ушел в безработицу. И потом ресторан мне пришел на помощь. А так я думал, все, я буду артист мюзикла. Но не тут-то было. И когда уже я попал в мюзикл Зоро, я играл Зоро, вот после этого мюзикла, мне уже так, мюзикловый мир, они уже так, а, ну Петрухин уже, да, может быть мы его еще куда-нибудь пригласим. И потом уже куда-то там приглашали в другие, в другие мюзиклы. Вот. А так отчаяние было. Потому что я ушел из хора Пятницкого в никуда. И многие говорили, ну как так? Ты что, как? И дети, и ребенок? Да. Семья? А жена что говорила? Жена меня, она поддерживала. И поддерживает. И для творческого человека просто необходим такой человек. Потому что артистическая жизнь, вообще быть артистом, это же... Ну это сложно, это нельзя пощупать, это нельзя даже просчитать. Это вот... И чтобы это было основным, то есть всегда многие потом могут в какой-то момент сломаться и пойти, я не знаю, работать менеджером куда-нибудь там или еще что-нибудь. И все на своей карьере. Но это еще в лучшем случае. А могут спиться. Да, это в лучшем случае. Поэтому были моменты тяжелые, прям, когда ты не понимаешь. Но вот эта вот вера, когда в тебя еще верят. Понятно, что где-то в какой-то момент эта вера уже так ну люди рядом могут верить. Да, мы верим, как бы, ну так уже подустали. И вот это не должно было. Олеся так? Не так? Нет. А как она вас поддерживала, когда вот ну вот у вас там маленький ребенок, уже трое детей, у вас отчаяние, и что, какие слова она находила? Я принимал участие в Петербурге в одном спектакле, и она взяла беременная, приехала ко мне на спектакль, и ничего не сказала бы. Вот. Это было здорово. То есть, тем самым, ты понимаешь, что человек тебя поддерживает. Насколько растянулся период в ресторане? Ресторанный период? Ресторан был достаточно долго со мной. Он еще в Волгограде даже успел там поработать в ресторане. И здесь потом он всегда был как-то спасительным кругом. Да, спасательный круг такой. Но в какой-то момент я понял, что нельзя там задерживаться, потому что манера твоя пения, она теряется в ресторане. Почему? Потому что ты волей-неволей, если ты исполняешь песню там Лепса, ты будешь петь как Лепс. Если ты будешь исполнять другого артиста, ты будешь исполнять, пытаясь пародировать его. Где-то это хорошо. Но самое главное не потерять на себя. Потому что можно быть пародировать, а вот найти себя это самое сложное. Поэтому здесь свой тембр, свой можно назвать саунд, стилистика. Вот это самое важное. Самое главное. И сколько продлился период с мюзиклами? Ну, если я сейчас принимаю участие в рукоперии «Преступление и наказание», То есть с 2010 года он как бы продолжается? Да. Но только «Преступление и наказание». Больше нигде не играю. Ну, может быть, если честно, то я подостыл к мюзиклам, признаюсь, и то, что происходит, вот какие спектакли, мне они неинтересны. Если мне нравится «Преступление и наказание», потому что там вот этот персонаж, о котором я говорил, то там это я, то есть это прям мое. Если будет еще такой спектакль, где я буду понимать, что там мне это будет интересно, я, наверное, попробую. опять же, это будет зависеть с режиссером и кто это будет делать. А так, чтобы просто принимать участие в мюзикле, неважно каком, я не буду. И вот еще момент любопытный, то, что вы ушли из «Маммия», то есть вам дают главную роль, вы играете, да? Я не играю, то есть у нас были репетиционный был период. Так. Репетировали в «Амхате», помню, лето. Я не совсем понимал, что такое мюзикл, а была компания Stage Entertainment. Это, ну, то есть лицензия, и это бродвейские спектакли, ну, то есть, ну, это вообще, ну, это прям эта фирма. И тут песни, Абы на русском языке. И я как-то все это слушаю, у меня как-то не клеится, я пытаюсь понять сюжет, ну, вот они на этом острове, там, типа, какая-то танцевалка, как-то все легко, но я понимаю, что это вот как-то мимо меня просто вообще такой... И потом, а тут хор Пятницкого готовится на гастроли. Я говорю, что все, нет, я ухожу из хора Пятницкого, вот я и буду в мюзикле играть. Они говорят, я походил чуть-чуть на постановочный этот период, меня не утвердили, а там у заграничных наших друзей у них как бы мюзик, это вообще все, это отношение к артисту, оно другое, там у них как-то все по-другому. И здесь они тоже... Более уважительные? Да, то есть оно как бы уважительное, но в то же время и для тебя это... Ты играешь в самом крутом мюзик, ты что? А мне как бы... Я парень, который приезжал на Побелевский вокзал, вот эти там... Ха-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, нет, я не хочу. Я прихожу к директору, я говорю, я не буду. Они, чё? Я не буду. Они говорят, подожди, как ты не будешь? Я говорю, ну не мое, это я не хочу. Они были в шоке. И самое было страшное, они не могли американцам объяснить, что какой-то Петрухин просто сказал, ну, сказал, я не буду. Мне не нравится вашим... Они были просто в шоке, то есть это был... И они спрашивают потом уже через директора, и что, вы не могли найти никакие компромиссы? То есть как? А следующий мюзикл был какой? То есть потом вы все-таки ушли с хора Пятницкого? Вообще в них сюда. Я ушел типа в бременские музыканты, но это был такого... Авантюра была, то есть будет он у меня, не будет. Меня долго туда водили, что-то не получалось там, и он... Ну, это был не тот уровень, который, допустим, мы говорим про «Мамма мию» спектакль, то есть это было больше такой антрепризный. То есть маленький. И меня туда не взяли. Меня туда не взяли. Но потом меня взяли в Зор. Вот это был уже... Это опять стоящий интертеймент, и уже такие, что, опять пришел? Я говорю, ну, я пришел, ну, не знаю. А там, насколько-то там по-честному, там приезжают за границей режиссер-постановщики, и они уже выбирают. И вот они сказали, что вот нам нужен Петрухин. Значит, Петрухин. Ага. И там у вас была встреча, вторая с Бабкиной, Надеждой. Да, было такое. Где она у вас... Там в фойе есть у нас такая гримерка для вип-гостей. В МДМе была. А Надежда Георгиевна, ну, ей все это постоянно интересно было, и мюзиклы, насколько я понимаю, да, потому что у нее как раз открытие театра, и, по-моему, всегда все это было интересно. И тут антракт, а у нас, получается, эта гримерка находится, ну, среди наших практически, артистических гримерок. И я тут иду, и у меня такая, эй, чернявый. Я раз, Надежда Георгиевна, ну, привет. Нет, ну, здорово. То есть она вас помнила? Так нет, она меня знает, она меня помнит, и... То есть вот того мальчика, который к ней, она вот запомнила? Да. И она мне тогда задала... Мы поговорили про какие-то сцены, говорит, ну, вот эта вот сцена, вот мне кажется, здесь лучше вот так. Я такой, ничего себе. Хорошо, Надежда Георгиевна. А потом говорит, слушай, ну, ты сейчас тебе скажу, пойдешь в русскую песню? Я говорю, нет. Она такая, ну, и правильно сделаешь. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, она тогда понимала, что не надо меня брать. Просто. Я бы убежал все равно. Вот мой весь первый альбом, в результате, я записал на студии у Бабкиной, и причем она изначально даже этого не знала, а потом я приезжаю опять на студию, начинаю записываться, и мы встречаемся. Она такая, что ты тут? Я говорю, я тут пишусь у вас. Она такая, да ладно. И с ребятами, которые работают на этой студии, мы до сих пор сотрудничаем, мы до сих пор пишем аранжировки на этой студии. Та самая студия? Та самая студия, куда я приходил. Помните рассказ? Да, да, да. Я говорю, где я прослушался. Я прихожу туда, я вижу это фортепиано, я вижу эти портреты везде. И я ничего для этого не делал. То есть ноги как-то привели туда сами. А Надежда Георгиевна, мы сейчас встречаемся за кулисами, помню, как-то в Кремле встретились. Она такая, я послушала, вот ты делаешь то, что надо, вот то, что надо, молодец. Вот такое отношение. Класс. Экспедиция. Экспедиция. Вот мне интересно, как это проходит. То есть, как вы туда едете, на чем, сколько вы туда едете, где вы живете, что вы едите, как вас принимают и так далее. Ну, сейчас их, по-моему, мало экспедиции, потому что, ну, хотя все равно они есть. Ну, экспедиция-то, почерпнуть, записать именно фольклор, тот, который можно передать из уст в уста, да. И когда я учился в Волгоградском институте искусств, он собирался автобус, мы едем в Астраханскую область. И вот мы проезжаем, выбираем там деревня такая-то. Здесь у нас выходит Петрухин и еще кто-то, да. Как правило, делили там мальчик-девочка. Вот. И они поехали дальше, ты выходишь на площади, вот тебе райсовет какой-то, еще что-то, и начинаешь просто приспосабливаться к жизни, в прямом смысле. Надо найти, кто поет. И ты сначала идешь в отдел культуры, значит, там надо знать. И тебе дают наводки, что на такой-то улице живет бабушка такая-то, такая-то, а тут ты живет такая-то, такая-то, у них какой-то ансамбль, они поют. Дальше ты идешь, знакомишься, многие тебе закрывают дверь, тут надо проявить опять настойчивость, какую-то смекалку, чтобы тебе открыли дверь, чтобы вообще с тобой заговорили, потому что мало ли кто там приехал, какие-то... Ну, конечно, неизвестные молодые люди. Неизвестные молодые люди, сейчас там корову уведут. Вот. И дальше уже, когда мы вступали в доверие, входили, мы начинали петь, это тоже сложно, как бы, дать человеку почувствовать свободу, чтобы он вдруг запел. Ну, вот так вот. Ну, конечно. Ну, вот, спойте нам, и все, как что, что я спою, я не знаю. И как вы это делали? Ну, вот как-то мы находили, мы с ними пели, потом нам по секрету, скажу, давали с собой небольшую, небольшую фляжечку самогонки. Вот. Ну, чтобы мы могли как-то... Это все было одним днем, правильно? Ну, нет, это могло быть не одним днем. Мы могли даже там остаться ночевать. У этих людей? У этих людей могло быть такое, да. То есть это такая школа жизни. А познакомиться с местной молодежью. А там попасть еще на дискотеку, обывало, и приехали тут городские. Да? Коллектив «Губерния». Вы его создали, по-моему, еще в Гнесинке, да? Там длинная история. То есть группа «Губерния», она была... Вот именно прям название. Это 15-й год. В ДК Подмосковья. Угу. То есть... И я подумал, что как-то надо назвать коллектив. И... Какие-то были варианты предложения. И я, ну, как бы не пробовал. Мне никогда... Ну, вот есть артисты, есть музыканты. Мне всегда хотелось, чтобы музыканты тоже были как-то с названием. Не знаю. Вот. И придумал название «Губерния». И все как-то одобрили. И... С того момента мы «Губерния». До этого, конечно, было много творческих поисков, коллективов, музыкантов. То есть сколько ты этим занимаешься? У тебя постоянно это идет... Сегодня ты с одним музыкантом работаешь, потом с другим, потом... Вот «Губерния» сразу сложился коллектив? Или же все-таки тоже были притирки? Потому что, опять же, где-то я прочитала о том, что профессионалы с вами всегда, но именно человеческие качества вам тоже очень важны. И если человек не проходит вот эту притирку, то, ну, как бы, вы прощаетесь. Ну, да. Вот тот коллектив, который сейчас, он... Который сейчас, это... Те музыканты, которые горят своим делом. Угу. Которые не просто по... Там отношения как к халтуре. То есть поработали там, еще, 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 еще где-то, да. Я всегда стремился и хотел, чтобы были музыканты, которые будут... В первую очередь, им должно это нравиться. Именно нравятся те песни, тот материал, который ты делаешь, да. То есть это прям... Если ему это не нравится, и ты видишь потухшие глаза, как бы... Даже если он крутой музыкант, но ты видишь, что ему, как бы, все это... Это не его. Ну, я понимаю, что, значит, это... Ну, к сожалению, мы не сработаемся. Вот сейчас коллектив тот, которая... Все горят, и дальше у нас вот сейчас ряд будет гастролей, начиная там с 4 июня. Кроме горящего глаза, какие еще качества должны быть у ваших музыкантов, именно человеческие, да, чтобы вы сработались? Или чего вы никогда не приемлете? Ну, опять же, порядочность. Мне нравится, то есть я вот как-то... Ну, такое понятие растяжимое. Да. Ну, мне нравится, когда музыканты приехали на площадку, да, и когда они особо не берут на себя внимание, чтобы там все вокруг них бегали, насиделись там еще. Профессиональные качества, как и музыкант, так и уже артисты, которые выходят на сцену, которые поменьше разговоров, которые... нормально разговаривают. То есть не... Иногда же бывает, что из звезду врубают кто-нибудь, ну, из музыкантов. Ну, я видел-то, я не на своем примере, да, там, ну, есть там что-то там. А что этого нам тут? Что за райдер у нас тут? Такое-то, да? Как вы познакомились с Ярославом Сумишевским? С Ярославом мы познакомились. У него есть передача квартирник. И мы просто отправили туда свой материал и написали, что хотели бы принять участие. И вдруг мне звонит Ярослав. Алексей, привет. Я Ярослав. Вот хотели бы пригласить. Вот пришли, там трек-лист, какие песни там. Удорово. А, сказали, какие есть даты? Вот есть, можем такого числа, можем там через неделю. Я говорю, зачем тянуть? Я говорю, да. Я присылаю материал. И он посмотрел, говорит, что клево, мы можем тут с гостями, как бы, как правило, еще поем какие-то дуэтные песни. Говорит, какие еще? Можем же дуэты сделать? Я говорю, да, конечно. И он мне пишет, выбирает песни там. Какие? Можем с таким дуэтом спеть? Я говорю, хороший выбор. Да, как раз была песня «Пластиночка», помню. На чем вы сошлись с Ярославом? Потому что вы же прям подружились буквально сразу. И познакомились мы, получается, после «Квартирника». И тут же мы, помню, мы приехали с баянистом, с Андреем Кириенко и с музыкантами, с его, с Махор-бэндом. Уже собрали нашу программу, отвели эту передачу. И как-то вот расставаться-то неохота, помню, что-то вот как-то вот мы еще что-то пообщались. И потом уезжаем, и я прям приезжаю домой, говорю, Олесе рассказываю про свою встречу. Я говорю, ты должна обязательно с этими ребятами познакомиться. Вот просто. И я прям летал, у меня прям вот вот прям несколько дней какое-то прям должно быть продолжение какое-то какое-то. И тут же мне звонит Саша, наш директор, Александр Чабанов. Это он директор Ярослава Сумишевского и директор Алексея Петрухина. Я говорю, давай дуэт сделаем на песню «Пластиночка». Я говорю, давай. И мы быстро начинаем, пишем эту песню, быстро едем писать клип, определяем даты, когда мы это делаем. мы едем в Рязанскую область, там деревня Спас Клепики. Быстро снимаем этот клип. И такая атмосфера была и на площадке, просто, ну, чумовая. Вот какая-то она легкая. Мы этот клип за два дня просто сняли там на мотоциклах. Олеся снялась тоже в этом клипе. Я очень люблю этот клип. Он начинаешь его смотреть и не можешь как бы остановиться. Хотя от песни, ну, честно, как бы есть, она привязывается там и вечерочек, вечерок, уже такой, ну, как бы, нет, она классная все, но ты там уже не можешь ее каждый день уже, ну, уже все это. А смотришь клип, и я не могу, там история, там какая-то история запечатлена именно того времени, того периода. И я вот, когда там мы едем на этих мотиках, там Олеся ко мне едет, там прижимается, есть кадр, где там Саша пролетел тоже в петушке таком, в шапочке тоже на мотоцикле. И это история, ты уже понимаешь, все, вот, и это будет на всю жизнь, то есть, это классно. И там получился кино. И пришел успех? Да, конечно, да, пришел успех. Можно сказать, что у вас вот был опыт, вы пели, в хоре Пятницкого были солистом, да, вы прошли огромный путь по мюзиклам, там, с приличными очень ролями, объездили весь мир, а успех именно пришел через интернет, так же, как у Ярослава. Да, да, то есть, после выпуска пластиночки, ее взяли на радио Шансон, мы получили премию Шансон Года, вот сейчас у нас будет 5 июня в Крокусе Шансон Года за песню Пластиночка, вот, то есть, клип набрал миллионные просмотры, и дальше мы приняли решение, ну, двигаться дальше, давай еще что-нибудь придумаем, давай запишем, мы записали еще одну песню Вероника Перепелкина, сейчас планируем тоже снимать клип, сейчас мы записали, буквально недавно в Петербурге сняли клип на песню Морская, тоже написал, тоже дуэтом, тоже дуэтом, да, и будет скоро премьера этой песни, и как-то, кстати, Морская была написана очень быстро, вот мы просто на гастролях, даже в Омске, подумали о том, что нужна какая-то такая вот морская тематика, вот было бы клево что-нибудь, и я говорю, хорошо, я завтра напишу, ну все такие, да ладно, как это, ну что, и пока саундчек был на другом концерте, я сел там за роялем, что-то раз-раз, связался с поэтом, объяснил ему задачу, поставил, и там на следующий день уже у нас появилась уже песня, я отправляю ребятам, мне такие, о, клево, все, давай, давай клип, давай, все, и быстро все это, опять же, сделалось, записалось, я очень благодарен команде, вот именно команда, в которую я попал, на команду Ярослава, Сумишевского, это, такие, единомышленники, трудяги, амбициозные, тоже, ну это здорово, и ты в команде, то есть у нас чаты, они прям разрываются, то есть нам надо одно сделать, надо другое сделать, надо пятое сделать. Вот любопытный момент, то есть вы, получается, и Ярослав, и вы, вы артист нового формата, артиста из интернета, то есть вы что-то такое невероятное сделали, без продюсеров, без вот этого продвижения, стали очень популярными и любимыми у людей, а в чем различие вот такого формата от, ну, условных Баскова, Киркорова, условного вот шоу-бизнеса, в привычном понимании этого слова? Люди сами выбирают, да, наверное, если им не нравится, они не будут смотреть, ты, ну, ты не заставишь смотреть то, что им не нравится, касаемо в интернете, да, вот, а то, что идет на телевидении, чем чаще показывают, тем артист становится более популярным, популярнее, популярнее, наверное. Ну, то есть просто пробиться на телевидении вы пробовали, вот вы сами? Конечно, опять же, тот же шоу «Голос», то есть, конечно, все пробовали, Ярослав пробовал, я уверен, и все понимали, что надо двигаться через телевидение, но просто то время прошло, когда можно было сняться в передаче «Утренняя почта», да, один раз, чтобы там твой клип с утра увидела вся страна, и на следующий день ты уже звезда, это вот как рассказывают, я не знаю, там, более старшие, опытные артисты, то сейчас просто телевидение, ну, к сожалению, это будет мало. трагедия, которая случилась у Ярослава в семье, ну, за ней наблюдали, все его поклонники, все плакали, все очень переживали. Как поддержать друга? Поддержать? Ну, как-то стараться быть рядом, то есть, даже не физически, но просто всегда как-то вот, то есть, я здесь, то есть, там, словом просто, ну, тут, я думаю, что не, там, не успокоишь, не, просто человеку надо, чтобы он был, кто-то еще рядом, и я для себя, поскольку я понял, что в работе, то есть, ему надо было побольше как-то окунуться, не окунуться, а чтобы вывести из этого, наверное, состояние, как-то аккуратно приводить к работе, как-то, ну, хотя бы разговорами, хотя бы, давай вот по этой песне поговорим хотя бы, ну, вот как-то понятно, что это нельзя было сразу, вот, я думаю, вот, как-то так. Вы написали музыку к песне «Лети», трудно далась работа над ней? Про эту песню, я, все думают, что она была написана после трагедии, она была написана, это, на самом деле, тоже какая-то такая странная история, именно происхождения этой песни, она была написана где-то за два месяца до трагедии, и есть поэтесса Наташа Анфала, она живет в Ярославле, и мы стали писать, буквально, где-то, наверное, тоже полгода назад, и она мне присылает стихи, песню «Лети», и стихи были, там не было строчки даже «Лети», и я еду за рулем, я постоянно отслушиваю, я вот очень люблю в машине и музыку слушать, разговаривать, и все, и она мне присылает эти стихи, я как-то читаю и прям понимаю, что рождается какая-то песня, и возвращаюсь домой, я дома студия, начинаю писать, и понимаю, что какой-то припева нет, какого-то припева, я говорю, Наташа, какой-то припев нужен, такой маленький, чтобы вот, вот прям две строчки, и вот прям вот все, и она мне предлагает «Лети, лети, лети, лети», там было как-то немножко по-другому, а я оставил просто «Лети, счастливого пути», я написал эту песню, показываю жене, Олесе, она говорит, блин, клево, а что тебя вообще на эту тему-то, вдруг тебя это повело, и я не знал вообще, что с ней делать, и я подумал, что я даже придумал, как я ее запишу, что как бы песня просто вот такая, вот каждый найдет свое там, то есть она, в принципе, изначально как бы, ну, на несчастной любви, наверное, вот как-то так, но потом ты понимаешь, что нет, она о чем-то, она о чем-то другом, я ее записал, и она у меня просто лежала, но я хотел ее записать, потом все равно я хотел ее записать, не понимая, зачем и для чего, и потом, вот после трагедии, я не хотел предлагать, даже, как бы у меня мысли не было, а тут потом что-то, мне Олеся говорит, покажи Ярославу, покажи Ярославу, а я говорю, что нет, я не буду сейчас показывать, потому что это еще, ну, я ему отправил, и прям, при встрече, я говорю, я тебе отправлю там песню, ну, ты вот хочешь не слушай, хочешь не отвечай, хочешь ничего, просто вот, как-то вот я чувствую, что надо тебе ее показать, и все, потом он мне написал, я хочу ее исполнить, что я эту песню не могу, там, без слез, слушать, я не знаю как, но я хочу ее исполнить, и я говорю, хорошо, конечно, вот, и он ее исполнил, этому, вот, про песню, что, а я бы не мог написать после, во-первых, после трагедии, мне ничего не хотелось, вообще даже, я помню, я долго даже ничего не писал, ну, это было настолько, для всех, так тяжело, причем, и для нашей семьи, для всех, это было так тяжело, как-то мы настолько, быстро, стремительно подружились, и, то есть, это был шок, да, я помню, что, когда мы брали интервью, даже у Ярослава, я общалась с Натальей, я помню, что она в разговоре мне сказала, вот, вы скоро услышите имя Алексея Петрухина, вот, вы не слышали, вы скоро услышите, она мне так сказала, тогда, да, а, какой вы запомнили, Наталью? Непредсказуемая, то есть, она могла, какой-нибудь тебе вопрос такой задать, что ты, при чем, Душа, Наташа, почему, почему ты вдруг сейчас задала этот вопрос, то есть, ну, в этом был, какая-то, ну, это было здорово, как-то сказать, непонятно, Наташа, Наташа, из тех людей, которая вселяла в тебя уверенность, она, причем, ничего не делая, абсолютно, и, когда она мне сказала, я хочу с тобой работать, я так, как, потом, да, я тоже хочу работать, и она очень сильно обрадовалась, и, и я очень сильно обрадовался, но вот только мы начали работать, и, вот так, случилась эта ситуация, и потом мы приняли решение, что, давайте продолжим, в любом случае, это дело, вот, и мы работаем. Вот, когда я готовилась к нашему интервью, ознакомилась с вашей биографией, вот сейчас мы с вами пообщались, я поняла, что жизнь ваша наполнена такая, перипетиями разными, то есть, все время что-то меняется, то это хор Пятницкого, то это театр народный, то это мюзиклы, теперь это вот интернет, такой успех, вы молодой человек, у вас все впереди, наверняка дальше будет тоже много всего интересного, а что неизменно? Вера в себя, в свои силы, наверное, так, хорошо, спасибо большое, это был очень интересный разговор, спасибо, мне очень понравилось, спасибо большое, ПОЧАствие, в Продолжение следует...